Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырех новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! Need for Speed Shift. Последнее время NFS получила от играющей публики немало тумаков, но новая игра их ожидания, похоже, оправдала. Флок. Овцы против НЛО. Развлечение на любителя, на очень терпеливого любителя с крепкими нервами. Скрашивает участь обычного игрока, разве что редактор уровней и симпатичный внешний вид. Order of War. Новая стратегия от Wargaming.net. Проект продолжает славные традиции масштабной стратегии Операция Багратион. Red Faction Guerrilla. Эдакие GTA на Марсе с полной, окончательной и физически корректной разрушаемостью. Red Faction Guerrilla. Третья игра в марсианской экшн-серии Red Faction. Спустя 50 лет после событий оригинала на Марсе снова не все спокойно. Угнетенные шахтеры, недовольные деятельностью организации Earth Defense Force, вновь образуют повстанческое объединение Red Faction. А главную роль исполняет один из таких борцов за свободу. И именно за этого человека нам предстоит играть. Как и в предыдущих частях, основной особенностью игры является разрушаемость всего и вся. Мир Guerrilla полностью из самого начала открыт для исследования. Внутри игры постоянно происходят тысячи сложных калькуляций. Все здесь обрабатывается и просчитывается согласно законам физики. И что случится в следующую минуту, не знает никто, включая разработчиков. Кстати, в игре есть несколько различных локаций. Вы посетите и шахты, и марсианский оазис, и даже потухший заснеженный вулкан. То есть сюжет предлагает смену климатических зон. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 2,5 ГГц. 2 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. А также 15 ГБ на жестком диске. Red Faction Guerrilla – это самый настоящий симулятор революционера. Выполняя различные задачи, вы постепенно создаете благоприятную среду для восстания в различных районах Марса. Побочные задания включают в себя классические GTA-аттракционы. Фактически, эта игра заставляет отбросить все привычные жановые рефлексы и учиться играть заново. Вместо того, чтобы прорываться через вражескую базу, можно, например, угнать БТР, проломить им сначала заграждение, а потом и стену здания, в которую нужно попасть. В общем, игровой процесс однозначно доставит вам определенную порцию удовольствия. Поэтому мы с чистой совестью ставим уверенные 4 балла за геймплей. Подвиг разработчиков сложно заметить, пока вы заняты развалом марсианских сараев. Но он очень хорошо виден со стороны. Потому что они не просто первыми реализовали полную разрушаемость. Они познакомили с ней местных NPC. Когда люди на крыше трещащего здания вдруг понимают, что оно сейчас упадет, и с криками прыгают вниз, после чего их накрывает обломками, становится отчетливо ясно, что будущее все-таки наступило. Дело даже не столько в качестве картинки, сколько в проработке разрушений с точки зрения реалистичности. Стремиться, конечно, еще есть к чему. Но труд разработчиков достоин похвалы. И мы ставим еще одну заслуженную четверку. Теперь за внешний вид игры. Кроме того, приятно порадовала работа режиссера над видеовставками. Прекрасно дополняет картину и звуковое сопровождение, в том числе и работа локализаторов, в чем вы сейчас сможете убедиться самостоятельно, прослушав небольшой фрагмент из игры. А наша оценка звука снова 4 балла. Силы обороны Земли изменили облик Марса. Они построили базы КПП наблюдать на иврежки. Бросьте оружие, быстро! Вы что, ребята, молот и боитесь? Несмотря на то, что игра Red Faction Guerrilla получила четверки по всем трем пунктам, наша общая оценка этого проекта однозначно 5 баллов. Все дело в том, что эта игра еще на один шаг приблизила виртуальный мир к реальному. Всего-то нужно было добавить к открытому миру практически полную разрушаемость. И вот она, игра мечты современного геймера. Red Faction Guerrilla — это очень приятная игра с оригинальной идеей, неплохой технической реализацией и нелинейным ходом событий. А до основной изюминки игры добраться можно исключительно с помощью кувалды. Только не хватайтесь за нее в реальной жизни, если не получается пройти какой-то момент. Лучше посмотрите наши ответы на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. Я купил ракетницу, но она не появляется в меню снаряжения. Как мне ее использовать? Отвечаем. Вам нужно добраться до убежища, где есть шкафчики, в которых можно поменять приобретенное оружие. Следующий вопрос. Помогите мне пройти задание с трубопроводами. Не очень понимаю, что нужно сделать. Помогаем. Чтобы разрушить эти трубопроводы, нужно воспользоваться бомбами и расставить их на двух верхних трубах так, чтобы на концах было по бомбе. Тогда при детонации верхние трубы провалятся вниз и разрушат нижнюю трубу. Следующий вопрос. Когда контроль организации СОС падает до нуля, мне все равно нужно выполнять миссии, обозначенные кулаком вверх, или сектор освободится. Отвечаем. Эти миссии придется выполнять в любом случае. Следующий вопрос. Как можно увеличить максимальное количество патронов для автомата? А то я три обоймы трачу почти моментально, а потом лень бегать и собирать боеприпасы у противников. Отвечаем. К сожалению, увеличить емкость магазинов нельзя. Рекомендуем стрелять более прицельно и не тратить патроны почем зря. Одер оф ВОО «Освобождение» продолжает славные традиции проекта «Операция Багратион». Одной из лучших исторических стратегий прошлого года от белорусских разработчиков. В новой игре нам предстоит принять участие в двух развернутых кампаниях. В первой кампании лечь пойдет о противостоянии американской армии и сил вермахта на Западном фронте. А вторая позволит вам участвовать в сражениях, развернувшихся в восточное направление между немецкими и советскими войсками. Игрок управляет числом войск примерно равным дивизиям. В плане тактики разработчики окрестили свое детище «Тотал вор» только с танками и автоматами. Под вашим командованием и танки, и пехота. Тут уж вам карты в руки, вперед к славе. Пехота, кстати, решает. При умелом управлении и правильном выборе позиции она не оставит шансу наступающим танкам противника. Потому использовать ее в привычной роли мясо не совсем разумно. К тому же, окопавшись, ваши солдаты создадут очень серьезную преграду перед лицом превосходящих сил противника. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте, 3 ГГц. 4 ГБ оперативные и 512 МБ видеопамяти. На жестком диске Order of War займет 6 ГБ. Борьба в Order of War ведется за контрольные точки, захват и удержание которых обеспечивают полководству очки для покупки новых юнитов. Ассортимент последних зависит от занятой точки, поэтому, чтобы обзавестись необходимыми родами войск, придется как следует потрудиться. Долгосрочное планирование при такой системе значения не имеет, поскольку ситуация меняется с калейдоскопической быстротой, и вы вместе со своими войсками в то и дело оказываетесь на разных участках фронта. Четверка за геймплей. Что же касается графического оформления, то тут напряженные сражения сопровождаются шквалом спецэффектов. Даже небольшой бой выглядит так, будто накануне Нового года одновременно взорвались все склады с пиротехникой. Впрочем, понятие «небольшой бой» применимо к Order of War с натяжкой. Тысячи боевых единиц на карте, сотни трассеров рассекают воздух, десятки взрывов гремят вокруг, кажется, в этой виртуальной войне можно получить вполне реальную контузию. Пятерка за графическое оформление. Звуковое сопровождение также не отстает. Все подзвучено с большим вниманием деталям под аккомпанемент музыки Джереми Соло. Очень красивый, необычный и, как всегда, запоминающийся. Пятерка за звук. Ордер оф Вау так и хочется назвать «Call of Duty» от стратегии. Тот же безумный накал страстей, те же сногсшибательные спецэффекты, такая же любовь к скриптовым сценам, и тигры явно состоят в близком родстве. Из минусов стоит отметить то, что задачи, которые ставят разработчики перед игроком, однообразны и не требуют творческого подхода. С другой стороны, минус этот весьма условный. Общая оценка игры — 4 балла. Задания, кстати, постоянно обновляются. За получасовую миссию можно успеть выполнить с десяток, а то и больше основных и второстепенных задач. Ну а теперь перейдем к нашим ответам на ваши вопросы по прохождению игры «Одер оф Вау. Освобождение». Вопрос. Подскажите, пожалуйста, сколько миссий в каждой компании? Будет ли мультиплеер? Отвечаем. В «Одер оф Вау» представлены две компании, в каждой из которых по 9 миссий. Мультиплеер рассчитан на двух игроков с тремя играбельными сторонами — США, Германия и СССР. Следующий вопрос. А в игре есть сюжетная линия или нет? Отвечаем. Сюжетная линия выстроена в соответствии с хронологическим развитием событий тех дней. Главный герой — это, конечно же, игрок, который выступает в роли командира, управляя целой армией. Следующий вопрос. Подскажите, а в игре есть возможность строительства баз или нет? Отвечаем. Строительству баз, как прочего микроменеджмента как такового, в «Одер оф Вау» нет. Игрок выступает в роли полковника, под командованием которого практически целая армия. Так что думать о том, заряжены ли, например, в данный момент артиллерийские орудия, просто некогда. За такие мелочи отвечает искусственный интеллект. Смотрите далее. Флог. Овцы против НЛО. Развлечение на любителя. На очень терпеливого любителя с крепкими нервами. Скрашивает участь обычного игрока, разве что редактор уровней и симпатичный внешний вид. Need for Speed Shift. В последнее время НФС получила от играющей публики немало думаков, но новая игра их ожидания, похоже, оправдала. Это был анонс второй части. Увидимся сразу после рекламы. Стоп, реклама пошла. Погоди, ребят, где мой текст? Текст. Что вот это за словосочетание? Присущие серии аркадности. Может как-нибудь... Хотя не без аркадности серии присущей. Сделай паузу, скушай твикс. Что движет домашними животными, которые убегают от своих хозяев или вдруг начинают вести себя как-то странно? Никогда не задумывались об этом? Все ясно. Вы просто еще не играли в новую аркаду Флок. Овцы против НЛО. Впрочем, играть в нее занятие не для слабонервных. Вы – пилот летающей тарелки. Ваша задача – похищать скот. На каждой из 50 карт вам нужно загнать в базовый корабль определенное число животных – коров, свиней или овец. Действуете вы при этом как овчарка. Только вместо громкого лая и несильных укусов за лодыжки у вас дурная репутация. Проще говоря, животные вас боятся и, завидев приближающуюся тарелку, драпают в противоположную сторону. Что касается жанра, то тут не совсем все ясно. Дело в том, что Флок – это игра про управление средой. Одно время был такой модный как бы жанр. Там требовалось довести до выхода с уровня капельку ртути или воды и не расплескать ее по дороге. Только во Флок среда, которой вы управляете, еще не послушнее, чем обычно. Так что придется запастись терпением. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2 ГГц. 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске игра Флок – овцы против НЛО займет 200 МБ. От геймплея подобной игры никак не ожидаешь серьезных проблем с прохождением. Мерзкие животные будто специально стараются все испортить. Они постоянно идут не туда, куда надо и все время норовят свалиться с обрыва и утонуть. Работать в таких условиях невозможно. Умиление быстро сменяется раздражением, а уси-пусечные овечки всего через 20 минут превращаются в тупых зверей. Тройка за геймплей. Но у Флок есть и достоинство. Она обаятельна и симпатична. Редактор уровней позволяет создавать собственные животноводческие головоломки. А все уровни как будто сотканы из лоскутов разноцветных тканей. Благодаря этому внешний вид игры становится плюшевым и дружелюбным. Четверка за внешний вид. Звук в игре также хорош. Овечки издают забавные звуки. На фоне играет бодрая музыка. А тарелка устрашающий гудит и толкает несчастных животных на самые безумные поступки. Четверка за звук. Базовая механика игры как минимум оригинальна. Если абстрагироваться от неподатливости виртуальной скотины, можно даже получить от игры кое-какое удовольствие. Собственно, необходимо совершать это усилие и портит флог. А в нынешнем состоянии это развлечение на любителя. Четверку получает сегодня игра. Флог. Овцы против НЛО. Редактор уровней, имеющейся в игре, это я так понимаю для тех, кому игра понравится чересчур сильно. Для всех остальных вполне хватит локаций, заготовленных разработчиками. Тем более, что даже они вызывают огромное количество вопросов. На самые частые из них мы ответим прямо сейчас. Вопрос. А почему в редакторе уровней так мало деталей? Как построить такие же интересные локации, как в компании? Отвечаем. Новые элементы для создания собственных уровней открываются по мере того, как вы проходите одиночную компанию. Так что все зависит от вас. Чем больше овец похитите, тем больше деталей появится в конструкторе. Вопрос. А как мне использовать катапульту для метания скота? Отвечаем. Загоняем овцу на клетку с ямкой. Тарелку перемещаем на соседнюю клетку кнопку. Затем нужно либо сбросить подобранный заранее шарик, либо использовать луч в режиме давления. Вопрос. Не могу пройти уровень с курицами. Как обойти навоз, а то они через него идти не хотят? Отвечаем. Здесь вам на помощь придут свиньи. С ними придется повозиться. Но зато когда вы доставите их к препятствию из навоза, они быстро его устранят. Вопрос. Я поубивал всех овец, которых нужно было похитить. Что делать? Отвечаем. На некоторых уровнях вы можете сами контролировать поголовье скота. На специальных клеточках можно размножать овец. Для этого нужно загнать на участок самку и самца. Остальное дело техники. Главное теперь не растерять новоиспеченных животных и загнать их на корабль. После выхода Need for Speed Pro Street компания Electronic Arts сделала заявление, что отныне они будут обновлять легендарную гоночную серию NFS раз в два года. Однако уже весной ситуация изменилась. В сети появились первые скриншоты новой части игры под названием Shift. И вот этой осенью игра была представлена игровой общественности. Посмотрим, что вышло из недр студии разработчика. Почти все игры серии Need for Speed были веселыми и динамичными аркадными покатушками. Поэтому, решив делать из Shift автосимулятор с вполне серьезным лицом, издатель шел на большой риск. К счастью, у разработчиков все получилось. И перед нами одна из лучших игр серии. Реалистичная, в меру сложная, с шикарным автопарком, отличной графикой и не потерявшая при этом фирменную шоу-атмосферу. Во многом, это заслуга Slightly Mad Studios, фирмы, основанной выходцами Simbin, профессионалами в серьезных гонках. Need for Speed Shift, это игра в первую очередь о самих гонках. И в самую последнюю, о всякой около гоночной шумихе. Никаких вам сюжетов про трудную жизнь талантливого уличного гонщика, которого обстоятельства заставили снова начинать свой путь с самых низов. Вместо всего этого, заезды, победы, доступ к более крутым заездам и мощным тачкам. Но вот что остается неизменным во всех играх серии, так это дух игры, атмосфера шоу, красивого и зрелищного. Все заезды обставлены с потрясающим размахом. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 768 ГБ видеопамяти и 6 ГБ на жестком диске. Если вы никогда не видели гоночные игры сложнее предыдущих Need for Speed, то в начале знакомства с новой частью вас ожидает не совсем приятное открытие. Правила стали намного сложнее. На уровне сложности Pro ощущаешь всю прелесть игры. С одной стороны, вокруг все еще творится гоночное шоу, от участия в котором получаешь море удовольствия. Но на передний план, тем не менее, выходит борьба с машиной, умение ехать быстро и без ошибок. В Shift отлично проработанные соперники. Они часто действуют нестандартно, ошибаются, устраивая на трассе громадные завалы. Присутствует, кстати, и вменяемая модель повреждений. Любой серьезный удар заметно понизит ваши шансы на хороший результат. Наша оценка геймплея 5 баллов. Shift, как заправская модница, красуется новым движком, современным, с потрясающей детализацией и отличными спецэффектами. Добавьте сюда хороший дизайнерский вкус и дело в шляпе. Сравниться с ней из конкурентов может, пожалуй, только Gran Turismo 5. Лучше всего картинка выглядит на PC, но расплачиваться за это по традиции приходится высокими системными требованиями. Однако, врубив все настройки на максимум, вы получаете полное представление о современных технологиях. Тут вам и фирменный блюр нескольких видов, и киношные камеры на повторах, и живые стадионы. О моделях авто и говорить нечего. Все у вас перед глазами. Наша оценка графического оформления 5 баллов. Звук в серии NFS традиционно был на высоком уровне. Shift в этом плане не исключение. В колонках постоянно звучит модный бит, а треки ни на секунду не умолкают. Повсюду слышны крики фанатов, шелест шин и скрип тормозов. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. Некоторые гонки станут испытанием на выносливость. Нам откроются новые фантастические возможности. Хочешь оставаться на вершине? Прикладывай максимум усилий. В последнее время NFS получила от играющей публики немало тумаков. Качество упало, ничего действительно нового нам не предлагали. А конкуренты в то же самое время делают свои продукты все лучше и лучше. На этом фоне решение Electronic Arts перезапустить серию, предложив гоночные игры на любой вкус, подоспело очень вовремя. Единственным недостатком, пожалуй, могут считаться высокие системные требования. Но, увы и ах, таковы реалии дня сегодняшнего. Наша общая оценка Need for Speed Shift 5 баллов. Need for Speed Shift, конечно, сильно отличается от своих предшественников. Видимо, отчаявшись бороться с популярностью набравшего ход поезда Burnout, разработчики решили удариться в другую стезю, где правят балл такие монстры, как GTR и Race. Вышло, надо сказать, очень неплохо. Хотя и не без присущей серии аркадности. В игре много тонкостей и секретов, которые мы сейчас откроем. Отвечая на ваши вопросы по игре Need for Speed Shift. Первый вопрос. В гонке на выбывание никак не могу получить последнюю звезду за выбивание противника с трассы. Машины слишком скоростные, а круга всего два. Как их вынести? Отвечаем. Возьмите корыты поустойчивее, что-нибудь из американцев. Обычно спихнуть противника за край трека удается в повороте, но можно легонько подеть в край бампера напрямой. Идеальное решение. На многих трассах после длинной прямой есть очень медленная развязка. Если грамотно рассчитать скорость, то сможете на раз вынести соперника. Главное после удара сохранить контроль над машиной и не вылететь самому. Следующий вопрос. Научите меня дрифтовать. Машину постоянно заносит, и я теряю управление. Как выполнить дрифт правильно? Отвечаем на самом сложном примере. Режим ПРО. Все помощники выключены. Разгоняйтесь до 100 км в час. Затем выкручивайте руль в сторону поворота. Градусов на 5-10. Затем обратно в ноль и снова на 5-10. В эти моменты газом нужно делать редкие сильные включения с паузами. Амплитуда примерно от 4 до 7 тысяч оборотов в минуту. Если перекрутили, то главное не бросайте газ и крутите руль от поворота. Следите за ситуацией, и как только машина начнет заносить, равняйте руль. Внимание! Канал Муз ТВ и проект ФАК объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы и талантливы, разбираетесь в индустрии компьютерных игр и стремитесь к успеху, а также учитесь в институте, присылайте свои резюме на наш электронный адрес. faq.sobaka.moos.tv.ru Тема конкурс. Письма без фотографий рассматриваться не будут. Ну а на сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был ФАК. Не забывайте заходить на ВАП-сайт канала Муз ТВ в мой личный блог и задавайте мне вопросы. Будем общаться в app.moos.tv.ru Я всегда в твоем мобильном. До скорого!